всем привет дорогие друзья с вами гру в поля сражений играем побеждаем присаживайтесь по удобнее заваривать чек кофе ставьте свой царский лайк погнали обозревать новый патч свиньи свиньи и лемы и пираты у нас до улучшились звери звери ухудшились драконы ухудшились а лакир йог промок ну давайте возьмем средней стабильности героя это лакир средней стабильности и будем как-то пытаться будем как-то пытаться посмотреть с новую металл есть демоны и есть теле мы до в партии демоны и лемы в партии звери мурлоки в бане да есть еще вот эта свинья наверно свинью будем брать мы бабал на нее получим то есть нормально подразменяемся если будет какое-то жирное существо есть ты разгосса просто можно было и я подумал может быть демоны плюс тарас госа до раскачать но ривендура нужно и без ары будет не так эффективно плюс 20 мурлоков конечно статы статы решают хотя двойной удар да там может быть ты будет эффективен но драконов я не очень если если честно сильно хочу выходить хочется посмотреть новых свиней улучшенных ну как новых старых свиней потому что они просто вернули старые характеристики свиньям такие ой мы улучшили этот как его мы сделали баланс ладно еще не варик мне кажется сейчас шарды выгоднее все-таки получать не через турбо хряка с пророком великого вепря а через баблы и расщепителя самоцвета гораздо эффективнее ну в любом случае мы можем хотеть все что угодно на деле будут решать карты которые нам предложат например могут ничего не предложить ну свиньи с драконами конечно послабже стали но третья таверна что же пойти в тройку продать продать выйти в левел раз просто оба тоже вышел в левел я думаю надо этим пользоваться этой возможности не было не брать шлака карты и там уже искать чем полезно какой-нибудь выход типа через бронзового стража через трескучу циклона смогеров через дыба грива которого улучшили естественно что его выход в таверну гораздо эффективнее чем мой потому что 2 рубля на дороге не валяются отличный т3 отличная т3 таверна ребят лучше лучше одна из лучших серакрон я пробовала и оставаться и в первой и во второй и в третью эти все равно большинство зависит от того что боб нарисует нарисует хорошо будут будут вам хороший карт просто этот шарт хотелось как-то реализовать учитывая что у меня считая плюс доб существо из-за моей обилки может быть немного поэффективнее есть морской контрабандист кстати но его надо найти и морской мародер еще есть которую также можно найти тоже улучшили но хватит ли это для того чтобы выходить пиратов может раши 4 таверну нынче модно модно раши 4 таверна на пятый ход блин но это потеря громадного количества хп грамот ну кстати нормально что это призвалось все зачистили 6 минималочек меньше вряд ли бы получили пират-пират реролл смогер есть но не на кого его кинуть я взял вот этот дуплет конечно 6 это вперед вместо тебя на 44 фризить этот ролл и ну хочется в лима выйти хочется в пиратов выйти ролл полинф ролл фризить отстой я лучше по лицу наверное урон получу опять же до продавать троих что взять смогера тоже очень плохо тоже плохо но стрип лето гениально чё и лима получить номер получить гениально там сразу можно два раза качнуть тебя взять продать 4 таверну можно еще триплет собирать как варик направо налево и не туда и не сюда эти средние 6 получаем 9 сколько мне раз надо сдаться чтобы игра мне перестала откручивать ну бронзовый страж мне нравится это бабки 5 5 но он будет 4 4 этот будет 4 3 поэтому это лучше ну я считаю что все плохо все плохо по картам роллы в таверне у боба максимально ужасны можно было бы лучше можно было лучше но это дуплет там сейчас level придется идти смотрите я был в 3 усилился этот пошел в 4 сейчас меня еще и выиграет он без триплета да и я без триплета но у нас есть шанс на самом деле на самом деле есть шанс может быть контрабандист вперед поставить новая монетку у нас скинчик сто процентов луз все таки 6 или 7 урона это убьем будет 6 убили бы это было бы 5 но это сложнее убить к мне кажется при 13 хп 13 хп 6 ход мета изменилась и как мне кажется она стала гораздо хуже чем было уж лучше уж эти звери в агамаган бран бран сейчас бы брана брать на седьмой ход но агамаган все остальное ну лютая срань конечно знал бы прикуп жил бы в сочи знал бы что жонглер придет здесь есть дуплет капитан южных морей там демоны ощущение что все форсят демонов вот такая такая тенденция небольшая понятно что серокрона демонов нормально там токенчиков взяла все поехали поехали в четвертую таверну искать нетерпеливую вестницу кстати а надпись интересно изменили на друге птиц она мы не узнаем друг птиц бани в зверинец отсюда с красненького до выходил 81 ну понятно слушай он в лимов будет переобуваться давай вот сюда удар а здесь стенки ну чё могу сказать серокрон стал лучше ведь хотя он и так и до этого также мог играть ли нафиге сколько он там качнул супер заход у него мне бы такой заход мне бы его заход не буду брать хорошо так ну или мы лесом наверное придется играть через через зверинец и возможно через шарды обдолбаемся говорит он три триплета демоны что надо пытаться собрать этот триплет я считаю я считаю что от собрать этот триплет в шестерку поискать адаптозавра это мой единственный шанс на эту игру и вот этих надо местами поменять по-хорошему чтобы 21 оставался на последнем слоте после перерождения тем 9 10 процентов будем надеяться что он не умеет считать кстати лол здесь вроде как ничья нет даже победили вал слушай шанс есть сейчас адаптозавры камбэк будет адаптозавра на камбэк пожалуйста у нас есть вылетевший кто тебя так покарал мутанус а понятно понятно кто тебя так покарал сейчас он меня покарает ой-ой-ой-ой-ой ну как бы по хорошему надо брать рагнарошу верховный друид хамула мне вряд ли что-то хорошее даст какие-то пираты будут в пиратах там ничего нету давайте монетка реролл шушпан пришел драконы блин какие карт о боже какие карты так расстановка правильная 6 суда 13 впереди чтобы с баблом сыграла но он меня выиграл я думаю у меня нет стола вообще кстати мажор дом отлично сочетается торговками сочетался теперь стал хуже из-за того что торговок понерфили пора по моему менять боба этот боб кончился сколько раз два партии видимо ничего не выпускаю нафиг сегодня о 92 вау все мои баблы снимет и не снимет вау я даже отбился если честно я не ожидал что это бьюсь уже на самом деле планировал было тогда им эпичный камбэк может быть если мне сейчас еще вылетевшую дадут сейчас за догонит так сказать еще раз дадут чем мы будем играть скорее всего с этим мы не будем играть вот с этим будем играть вау это подкрутка началась суда а сколько там залетит 24 ты кто свинообраз свинообразненько не знаю вы честно не верю я не хочу этого вперед ставить то что они бы так бабу есть надо мне еще какое-то одно существо усилять ну чисто если сейчас очень много опять пять с пятой таверны поймать то будет хорошо плохо что мне вылетевшего не дали шанс был большой 16 13 вау 80 можете еще и первый буду бить вау как мне повезло два раза ну блин до этого я два раза не первый бил наконец-то ко мне удачи лицом повернулась а наконец-то один шар три раза увеличенной характеристики в шин 21 в лицо выбили конечно чудо какое-то может вылетевшего все же мне сейчас 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 подождите вылетевшего нарисуем не особо нравится во ну чё камбэк сразу в пул играем этот из четвертый я просто думаю мэйби как бы его оставить бесплатно реролы ну давай так блин реально есть шанс камбэкнуть а я уже руки повесил на самом деле какое-то чудо что я вообще здесь смог развиться меня должен был вот этот топ-1 выселять а он оказался слабым но он сейчас причем если ну он может на вылетевшего напасть если этого выбивая получается это уже топ-3 но здесь элемы у меня элем у нас конкуренция в элемах или элементарная конкуренция получается рагнароша был правильным выбором бафы очень классно от рагнароша прилетели вообще но такое редко встречается и смотри смотри ля ля как мы умеем вообще супер выбили да если честно вот честно я в шоке что это означает не надо сдаваться никогда он не вылетел значит с вылетевшим играл вау о этот ушел вопрос как бы мы можем конечно отказаться от брана в пользу тебя ну успеет блин он мало по 1-1 получает характеристики бран мне кажется эффективнее типа он уже поздно эх баф баф не туда ладно бывает бран явно эффективнее вау триплет а мы можем его как то взять не можем ролл классный конечно и не буду я убрать этот триплет кувшин лучше возьмем наверное я бы я бы этот ролл зафризил хороший ролл хороший ролл он тоже элемы а мы все качаем буйного элема хвосты классно было сыграть из-за мажордома экзекутуса стриплета я бы в принципе там ну чё второго рагнароша можно было достать но опять же это большие риски большие риски для нас 98 и 9 элемы в деле скилл на пределе возможно 4-5 надо было подальше поставить но нам особо здесь не шибко важно играть через эти через раскачки элемов 21 боже я как гроза прошелся по своим противникам не вылетаем да вау сыграем а вдруг триплет это очень сильно это мы сюда закидываем ну а мол я это не хочу вести можно кстати от брана отказаться по идее по идее можно было от брана отказаться но только по идее tire про жилья слишком большое велю от своих и с большой value от стази менталя и от бури в таверне странно что этот бран этот бран не не получил ни один баф от рагнаросика чисто через сборка через буйный элементарь огня просто в шоке я в шоке вообще что здесь за топ-3 дошел мне просто далее значит у игры был план на меня еще очень мне везет что большое количество этих элемов мне дает в роллах хотя ну ясно красно не должно быть столик обычно у меня там знаешь что в рагнароса нашел и все больше ничего нет лишь как дурак топ-2 там тоже лима но там 6 таверна это типа раскачка шарды есть бабла есть у баблера я не могу брать потому что мне придется на первый слот ставить он будет получать баф я вот думаю мы буйным элемом огня скорее всего до закроемся скорее всего от это хорошо для нас скорее всего буйным элемом закрываемся да надо конечно от брана отказываться но че от него уже отказываться кстати да надо было продать брана и остаться с демоном да это был это был правильный плей гораздо круче но тогда бы вот сейчас если у нас ничей я бы не смог вот этого стази менталя под браном сыграть тоже дополнительные характеристики взять интересно из-за чего из-за чего у меня получилась эта сборка и в принципе очень эффективно большой вопрос ослабление драконов скорее всего да из-за ослабления драконов мое мнение так сказать my opinion ну и очень хорошие роллы и очень хорошие удары ну просто игра меня за это вот тебе топ 1 друг но я же сказал в начале что будем побеждать тут играть побеждать такая партия понравилось не понравилось пишите в комментариях 7 7 7 6 какой рейтинг пишите комментарии что думаете по этому поводу жду вас на трансляциях а на сегодня все сайлгрув всем до скорых встреч всем пока